Всем привет! Я наконец-то доехал до Казани и мы встретились с нашим долгожданным котиком, с которым мы разъехались в один день. Так, от меня вкусно пахнет собой. И котик поживает хорошо в целом. Естественно, мы сейчас занимаемся лечением его проблем, связанных с тем, что он кушал со стола и песочком в его мочевом. Из-за этого он, собственно, часто писается. И единственный минус пока, который есть у этого котика, это то, что он, вследствие того, что, видимо, не жил с кошками никогда, скорее всего, не контактировал. У меня там на фоне Сапсан прыгает, шумит, извиняюсь за шум. Но вследствие этого он имеет какой-то очень, так сказать, слишком навязчивый интерес, то есть гиперфиксируется на нашей кошке. И, похоже, нас ожидает достаточно длительное время установления этих кошачьих отношений, поскольку при виде кошки он начинает на нее кидаться. Вот так, нет, подожди, я дверь не закрыл, котик. Вот, кидается на нее, начинается драка. Кошка, поскольку уже несколько раз очень сильно от него огребла, хромала и ей было больно, она начинает уходить в истерику при виде него, когда он пытается на нее напасть. Сейчас я закрою дверь. Кошки, чтобы при мне не дрались. Так, все, котик, иди сюда. Вот, он пытается, ой, она, собственно, боится того, что он нападет и уходит в истерику тоже. Вследствие этой истерики он на нее набросается. Ну, то есть непонятно, с каким он вообще, с какой причиной он к ней идет и охотится за ней, и фиксируется на ней так выраженно. Но, когда он уже подходит, поскольку она на него реагирует крайне оборонительно-агрессивно, они начинают драку. В процессе драки прекрасный котик начинает писаться, писает на кошку, и они оба бегут в моче, во всей квартире разбрызгивая ее. А поскольку кот был всю жизнь не кастрированный, его кастрировала только Маша, когда он на нее свалился в Москве еще, моча у него пахнет, мягко скажем, не совсем приятно, но с кошкой не сравнится точно. И все это прекрасное разлетается повсюду. Да, кот? Да. И это все не очень прикольно. Ну, помимо этого, естественно, у нашей кошки тоже стресс, поэтому она сейчас сидит на габапентине, он тоже сидит на габапентине. И такое веселье ожидает нас, на самом деле, может быть, в ближайшие полгода, пока не установится у них кошачьи их отношения и иерархия. Между кошками такое бывает, к сожалению, с прошлым котенком, которого мы брали в пару к нашей кошке, у них было все вообще отлично. Она вылизала его, груминговала активно, обожала и прочее, прочее. Но, к сожалению, тот котенок, он охотился на птиц. То есть, ну, как бы с жизнью в квартире, где всегда есть птицы, это не сопоставимо, поэтому пришлось перепристоить. Вот этот товарищ на птиц вообще плюет, вообще он очень флегматичный, то есть, с ним что хочешь делать, купай его, таскай его, ему как бы, ну, ну, ладно. У нас кошка в этом плане тоже хороша, она спокойно относится к любым процедурам, она с ними смиряется. И поход в ветеринарную клинику, в принципе, это тоже, как бы, обычное событие, которое для нее ничего не значит. Вот, но в случае с этим котом придется выяснять отношения еще долго. Мы с Машей это тоже обсуждали, поэтому мы сейчас разные варианты примирения рассматриваем. Ну, для начала это, естественно, препараты и феромоны. Вот на котики и на кошки такие ошейнички. Очень вкусно пахнут, кстати, даже для людей прям приятно. Ну, как такие очень легкие духи, сладкие, ненавязчивые. Котикам с ними тоже очень хорошо, они им очень нравятся. Плюс они раздельно живут, пока мы находимся вне дома, то есть в разных комнатах, и ходят по дому только под присмотром, свободно имеется в виду, чтобы не было слишком много конфликтов, поскольку влезать в драки нельзя. Если мы влезаем в драку, у кошек отношения как бы остаются такими же натянутыми. Поэтому это палка двух концов, когда как бы нельзя влезать в драку, иначе ты продлишь все это веселье. Но в то же время, пока происходит драка, у тебя повсюду вонючая моча, у тебя кошки дерутся, могут получить травмы и так далее. Поэтому все их контакты только при нас. Плюс у кошки и у кота, до этого только у кота были часы, когда он сидит в клетке в общем помещении свободном, и рядом с ним спокойно ходит и ест кошка. То есть пока в клетке запирался только он, там на 3-4 часа в день, чтобы у него были часы отдыха, и чтобы они могли спокойно общаться через решетку, все было ок. Недавно я начал закрывать, вот как приехал еще, кошку в клетке, вот тут уже не ок, потому что кошка в клетке себя безопасно пока не поняла и не почувствовала, и даже через клетку они пытаются драться, ругаться и так далее, но клетка, естественно, этого делать полноценно не позволяет. Поэтому теперь мы чередуем его и ее, и так будет еще долгое время. На самом деле у Маши, мы общались с ней не только у нее, у многих моих знакомых, кто заводил вторую кошку в семью, был такой баг, была такая проблема. Поскольку вот у Маши была тоже, живет ее пожилая пристарелая кошка Джема, они когда брали к ней щабу, черную вторую кошку, плоскалицию экзота, щаба жила первые месяца-два за спинкой кровати, вылезая оттуда только покушать, а писала и какала, естественно, там же, поскольку с Джемой они конфликтовали просто ужасно, тоже, и дрались, и были стычки, и это все происходило, действуя минимум тоже пять месяцев, пока они не разобрались в своих отношениях, был такой вот адочек. Самое прикольное то, что изначально, когда кот приехал, они с кошкой даже спали рядом, спали вместе, хорошо, ну как бы, терпели друг другу первые десять дней, и вот на одиннадцатый день начались драки, начались конфликты, началось вот это все. Притом непонятно, что вот этому котику от кошки надо, потому что когда он идет гулять, выпускается из одного помещения в другое, или выпускается из клетки, он начинает бодить, мрррр, за кошкой и ходит только за ней, при том, что есть куча других развлекух там, посмотреть на мышек, поиграть со мной, потискаться со мной, но он не оставляет своего поста и следит за ней. Более того, когда кошка теперь сидит в клетке, он тоже походит-походит, поиграет, поласкается, а потом идет и снова бдит за ней, лежит напротив клетки. Да, вот такой вот кот. Да, хороший кот. Сейчас я покажу примерно, как устроен их быт. Вот, собственно, вторая кошка. Занята очень. Тоже в ошейничке, тоже такая регдолской масти, так сказать. Вот, но непонятно точно ли это регдол, поскольку убралась она тоже с рук. Еще котенком. Клетка их выглядит примерно вот так. То есть, это обычная собачья клетка, в которую они наводят кипиш. То есть, несмотря на уборку ежедневную, когда там оказывается кто-то, кто очень активно хочет уйти, или кто-то, кто активно дерется, они разносят лоток, разносят миски. Вот это все приходится по несколько раз в день протирать. Так вот выглядит клетка после того, как в ней посидел кот чуть-чуть, он проливает обязательно миску с водой и раскидывает из лотка все, поскольку пытается выйти и перемещает туда-сюда лоток. Кошка на стрессе начала больше груминговаться, у нее куча смещенной агрессии, то есть, она регулярно вылизывается. Будем надеяться, что у нее не разовьется идиопастический цистит, поскольку у нее есть такая склонность к этому. Скорее всего, разовьется, поэтому будем стараться отслеживать этот момент тоже. Вот так выглядит то, что помогает нам справляться с конфликтами у кошек. Естественно, в основном я стараюсь сейчас уже занижать дозу гобопенсина, поскольку кошки на нем слишком долго сидеть тоже, естественно, не будут. Вот. Савяна немножечко в этом видео. С именем кота я пока не определился, мы слишком мало с ним общались еще. Первое, что пришло в голову, это Усман, поскольку он неадекватно преследует нашу кошку и очень похож на одного нашего знакомого, у которого есть такие склонности. Но Усманом я его называть, естественно, не буду. Мне надо все-таки подумать подольше и разобраться с тем, как с ним жить дальше. Вообще, котик очень классный. Да? Здрасте. Вот этот вот Савян от Маши тоже. Сейчас я еще раз пойду его покажу. Из имен, которые предлагали, я помню, что парашютисты Гагарин, Гагарин очень длинное имя, если честно. Благоваривать его не вариант. Я люблю короткие и удобные имена и их сокращения. Ну вот у нас, например, кошка Рэй. Так что с этим товарищем надо будет что-то подумать. Вы можете накидать вариант азиатских имен. Посмотрите в его красивые глаза и помочь мне с выбором. Ме-е-е-е. Вот. Он очень ласковый товарищ. Да, ты ласковый, ласковый. Кстати, снимаю я видео на новый телефон, потому что я наконец-то его взял, потыкавшись в телефон Маши в течение месяца и определившись с выбором. Так что теперь видео будут выходить чаще, потому что монтировать их можно будет прямо на телефоне, а не через коп. Всем пока!